Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Хочу попросить совета по поводу личных отношений. Не дают психологи советов. Себе разобраться помогаем, советов не даем. Мне сейчас 20 лет. Заканчиваю учебу. Скоро живу с родителями. Какое значение для вас имеет возраст? Вот вы пишите про учебу. Насколько учеба для вас важна? Чем? Вот. И что вы сами вкладываете для себя в то, что вы учитесь? Потому что у меня сложилось впечатление, что вы учитесь просто так для галочки. Год назад я разошлась с молодым человеком из-за большой разницы характеров и разногласий с его семьей. Ну, разногласия с семьей – это отсутствие личных границ, в том числе у вас. Потому что семья здесь при чем? Ну, есть у вас разногласия с его семьей, ну и что? Главное – это все равно как бы ваши отношения с молодым человеком, а не с его семьей. Ну да, расставание – это травма возможная, и вам нужно ее положить. Кроме того, может быть, как это на вас повлияло, да, то есть вы для себя, и вот, может быть, увидели какой-то, ну, такой, знаете, негативный опыт, да, и вот как-то его ассимилировали. Может быть, не слишком здорово, не слишком конструктивно для себя. Вот, поэтому тут вот такой момент, он, может быть, его нужно проверить. Переживала из-за этого почтевые, а из-за чего конкретно? До него тоже был молодой человек, но с ним встречалось очень мало, сама ушла от него, поняв, что человек характерно похож на психопата и Альфонса, потому что унижал меня, бросил денег, знаю, что я не работаю. Снова проблема личных границ, низкая финансы, вот. И, очевидно, что вы смотрите на отношения к себе, мужчину, а не на свое отношение к человеку. Мои близкие тоже не одобряли этих отношений, я ушла опять в близкие, то есть, причем здесь близкие. Свой отпечаток, когда оставила, какой? По поводу совета знакомых стала общаться на сайте знакомств, только указав, что основной моей целью является построение серьезных отношений с перспективой брака. Зачем? Какое вы для себя вкладываете значение в построение серьезных отношений и брака? Что такое серьезные отношения? Вообще, что это? Как вы понимаете, что отношения серьезные? Правда ли вы думаете, что серьезные отношения и брак это одно и то же? То есть, вы считаете, что брак не может быть несерьезных отношений? И вы считаете, что без брака серьезных отношений не бывало? Такое ощущение, что вы пытаетесь себя обезопасить, вы пытаетесь почву под ногами нащупать за счет мужчин и отсюда у вас не складывается. Ну, я уж молчу о том, что сайт знакомств действительно не подходит для каких-либо отношений. Дальше. Многие мои знакомые родные уже давно обзавелись парами и семьями в их присутствии чувствовать себя неловко. То есть, вы хотите создать семью, чтобы перестать чувствовать себя неловко, могу вас уверить, что после создания семьи появится еще какой-то повод для того, чтобы чувствовать себя неловко. Опять, снова. Просто потому, просто потому, что вы себя в принципе неловко чувствуете из-за обесценивания. Дальше. А у обесценивания есть, как бы, ну, своя динамика развития, своя феноменология в том числе. То есть, вы как-то приходите к обесцениванию, вы каким-то образом это делаете, вы обрамляете, вы заключаете в обесценивании свои чувства. Вот. Вы придаете им форму такую, но чувства остаются невыраженными. Я давно мечтаю найти себе хорошего, порядочного человека, нацеленного на семью. Зачем? Вот при таком жестком образе партнера, вы же понимаете, что партнер здесь, по сути, является формой ваших потребностей. Вы приходите в отношения, как бы, с этими потребностями. Но отношения, как следует из самого слова, это не про потребности, это не про получать на первом месте, а про отдавать. А вы пытаетесь себе компенсировать, да? То есть, у вас неполная семья. Я росла в неполной семье и точно решила, что приложу все усилия для создания своей собственной семьи. А как это работает? То есть, вы росли в неполной семье, а эту неполной семье как-то приняли на первом месте, что вы решили, что приложите все силы для создания своей собственной семьи. А как это работает? То есть, вы росли в неполной семье, а эту неполная семья как-то приняли на себя, почувствовали себя неполноценно. И вы думаете, что решить эту проблему за счет создания своей семьи? Это не так работает. Неполная семья, связанная с тем, на вас образилась в том, что вы блокируете какие-то свои проявления. Их пытаетесь компенсировать, это создание семьи, но проявления, они как блокировались, так и блокируются. Дальше, со своим отцом общалась всегда, у нас ровные отношения. Ну, что это значит, общалась всегда, ровные отношения, то есть, есть ощущение, что есть подводные камни. Чем дальше я общаюсь и ищу себе пару на сайте знакомств, больше начинаю разочаровываться. Правильно, потому что сайте знакомств не для этого. Кажется, что серьезных отношений там никто не ищет, это правда. Сайт знакомств не для этого. Вот. Дальше. Крайний раз встретилась с обеспеченным парнем, ему 26, спросила его про брак и как он смотрит на отношения, ответил, что жил с девушкой, но оставил ее, потому что она как раз нацелена на семья, а он не готов. На этой ноте я закончил встречу и ушла. Понимаете? То есть, вы создаете ощущение, что у вас есть требования, молодой человек должен эти требования удовлетворить, при этом вы даже не хотите узнать человека. А как на счет того, чтобы просто узнавать человека? У вас вообще есть любопытство по отношению к людям? Или вы рассматриваете партнера только как вот способ, средство прийти к семье? А какие у вас тогда отношения будут, если вы так к людям относитесь? Если вы так себя видите? Мужчину? Какие у вас будут отношения? Вот. Не могу понять, почему все время продаются не эти люди, я обращаю на них время, постоянно спрашиваю знакомых, как им удалось выставить отношения. Казалось бы, это очень сложно, и я начинаю так думать, да нет. Нет. Просто естественно все происходит. Понимаете? Естественно, и с признанием поворотов. А вы гарантии ищите. И вам люди не интересны. Вот. Ну не интересны вам мужчины. И мне кажется, вы себе не очень интересны. Интересны тоже. Вы от себя обижите. Потому что внутри вас, очевидно, много злости на родителях. Вы ее пытаетесь вытеснить. Может быть еще что-то, если что-то есть в страхе. Вот. Я неплохо выгляжу, много учу, стараюсь быть интересным человеком, хорошей хозяйкой. Это как? То, что вы неплохо выглядите, это здорово. Много учитесь, ну хорошо, но, опять же, не очень понятно. В каком ключе вы это делаете. Стараюсь быть интересным человеком. Это как? Знаете ли вы, что делает человека интерес? Его увлечение. Его идеи, его ценности. То, что он несет в мир. Не в семью. Не желание создать семью и родить ребенка. Это могут все. Его месседж в мир. То есть он может, хочет дать мир. Привнести с собой. Наполненность. Его интересы, ценности, приоритеты. Мечты. Вот это делает человека интересным. Фантазии. Творчество. Творчество. Понимаете? А вы все это слышите в себе? Нет. Очевидно. Видимо этого недостаток. Да, хорошая хозяйка. А что такое хорошая хозяйка? Вы правда думаете, что молодому человеку 20-26 лет нужна хозяйка? Хорошая. Давайте честно. Конечно, я не делаю брак идеи фикс. Ну, как будто бы делается. У меня есть много мечт. Просто уже хочется найти себе достойную пару, которая будет близко мне. Вы пишите, уже хочется найти достойную пару, хотя вам всего 20 лет. понимаете? Вы пытаетесь сказать, что идеи фикс и брак не делаете, но по сути вы хотите найти себе пару, чтобы она вам дала то, что вам нужно, то, что вам в себе не хватает. И все. И что больше не надо, по-моему, ничего делать. Понимаете? Вот. Отношения создаются, когда для человека хочется что-то делать. Порыв. Это происходит из внутреннего чувства наполненности. Из чувства изобилия. Понимаете? А у вас дефицит. Еще с мамой часто спорим, она считает, что 20 лет для пары с чувствами знакомства вообще не вариант для поиска стрелки. Может быть, она права в какой-то степени. В реальности мне трудно знакомиться. Если я не особенно куда-то хожу, у меня было столько знакомых с девочкой. Ну, так правильно. Потому что вы себя позиционируете только как девочка. Вы себя позиционируете исключительно как женщина. Вы, мужчина, не воспринимаете как человека. Вы на себя как на человека не смотрите, как на личность. Понимаете? Вот. Потому что вам тревожно, потому что вы не доверяете себе, потому что вам страшно. Вот. Вы задавались вопросом? Вот. И в связи с чем вам трудно знакомиться в реальности, и почему вы никуда не ходите, если вас много мечет? Ну, странно ведь? Хочу повлиять на эту проблему и понять, что я делаю не так. Ну, вот для начала. Нужно, чтобы вам было легко знакомиться, чтобы вас были знакомы не только девочки, и чтобы вы начали куда-то ходить. Ну, начать с этого. В целом, ваш текст это про запрос на психотерапию. Вот. Выбирайте себе психолога, начинайте работать. Я думаю, что все можно поправить. Удачи! 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 Продолжение следует...